Главной темой обсуждения на первом международном форуме беспилотных технологий «Открытый беспилотный» стала реализация нового национального проекта по беспилотным авиационным системам, старт которого назначен на 1 января 2024 года. Открыл форум губернатор Алексей Русских. Ульяновская область одна из первых в полном объекте активно случилась в том числе новой и главной форум. Для этого у нас есть все необходимые документы. То есть с опытом индустрии выделить главный. Наш регион один из крупнейших в целом российского и европейского авиационного авиационного рейтинга, подготовленных кадров для авиации. Ульяновская компания регулярна в качестве производства учреждения с службой, как в том числе и на коже армия 20 в России. Глава региона отметил, что по программе стимулирования спроса на отечественные базы подана заявка на установление экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников в сельском хозяйстве. Также для координации всех процессов, связанных с развитием отрасли, в Ульяновской области работает Центр беспилотных систем. Создан коллегиальный орган в формате консорциума. К реализации подготовлен проект по созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций. Есть, безусловно, направления, в которых мы занимаем лидирующую позицию. Допустим, подготовка кадров для беспилотной авиации. С 2017 года регион системно занимается подготовкой кадров. Это и специалисты по производству сборки, это и операторы беспилотных функционных систем. Есть Ульяновский суд гражданской авиации, который с сентября этого года начал готовить специалистов-инженеров уже в сфере высшего образования для эксплуатации беспилотных функционных систем. На площадке форума подписали соглашение о подготовке повышения и квалификации специалистов между Ульяновским авиационным колледжем и одним из крупнейших производителей беспилотных средств компании «Гиоскан». Не хватает кадров, которые бы занимались школьниками. Школьники-то готовы, студенты готовы заниматься. Но вот часто не хватает наставников. Мы будем предлагать тематику наставничества студент-школьник для того, чтобы сократить этот возрастной разрыв между теми, кто учит и теми, кто получает знания. На форуме опытом поделились и белорусские коллеги. Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси. Накануне форума губернатор Алексей Русских на площадке точки кипения Ульяновска встретился с участниками очного этапа экспедиции «Открытый беспилотный». Это семь студентов из разных регионов страны, которые приехали изучать лучшие практики в сфере беспилотных систем в Ульяновск, авиационную столицу России. В ходе экспедиции были организованы экскурсии и встречи с экспертами крупнейших предприятий. Участники экспедиции поделились с губернатором итогами предварительной работы над проектом и обсудили дальнейший план действий. Наша экспедиция в целом посвящена изучению беспилотников. Мы с ребятами поделены на два блока – это аналитический и творческий. Мы проделали огромную работу, изучили почти всю эту сферу и готовим полноценную выставку. 10 сентября участники экспедиции продемонстрируют итоги своей работы. Материалы будут представлены в формате выставки. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.